Всем привет! Меня зовут Глеб, и сегодня я хочу вам рассказать о некоторых экспериментах, которые я лично считаю ужасными. Как правильно заметила Саша, речь придет о психологических экспериментах, поэтому если кто-то хотел услышать какой-нибудь трешачок из области биологии и медицины, доктор Менгеле и все такое, простите, не сегодня. Наш сегодняшний разговор будет проходить так. Я расскажу о нескольких экспериментах, эксперименте Форера, эксперименте Аша, эксперименте Хофнера, эксперименте Милграма, эксперименте Зимбарда. Мы обсудим этическую сторону этих экспериментов и потом подумаем, какие выводы мы из этого можем сделать. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы провести небольшой опрос о каждом из этих экспериментов. Кто из вас о нем слышал, я буду сейчас о каждом из них буквально пару слов говорить, а вы будете поднимать руки, слышали вы о нем раньше или нет. Итак, эксперимент Форера исследует феномен, известный как эффект субъективного подтверждения, он же эффект Барнума. Кто из вас слышал о таком эксперименте раньше? Хорошо, спасибо, несколько человек. Эксперимент Аша, классический эксперимент, изучающий конформизм в группах. Примерно 10 человек на аудиторию. Эксперимент Хофнера изучает феномен, известный как эффект попутчика. Три человека. Спасибо. Эксперимент Милграма, эксперимент классический с подчинением власти и исполнением преступных приказаний, примерно половина аудитории слышала. Эксперимент Зимбарда, известен как Стэнфордский тюремный эксперимент, больше половины аудитории слышали, возможно, кто-то даже смотрел фильм эксперимент. Сегодня нам понадобится такое понятие, как контрольный эксперимент. Например, сейчас я упомянул эксперимент Хофнера. На самом деле такого эксперимента не существует. Я хотел проверить, сколько из вас дается неправильные ответы. Итого все результаты мы должны уменьшить на три, потому что в среднем три человека говорят да, что они знают об эксперименте, которого не существует. Хорошо, начнем с простого. Эксперимент Форрера. Бертрам Форрер, вот этот парень, в 1948 году провел очень простой эксперимент со своими студентами. Он дал им некий психологический тест, где они должны были отвечать на вопросы, и в зависимости от того, как они прошли этот тест, они получали текст, который описывает их личность. После эксперимента они должны были оценить по пятибальной шкале, насколько точно этот тест описывает то, какими они на самом деле являются. Форрер обманул своих студентов. На самом деле он дал им всем одинаковый текст, взятый из гороскопа. Средняя оценка, которую дали студенты, насколько точно этот текст их описывает, это 4,26, напоминаю, из пяти. Довольно впечатляющий результат, учитывая, что текст был абсолютно не касающийся их. Этот эксперимент повторялся множество раз, и из этих повторений можно сделать вывод, что для получения таких высоких результатов важны несколько условий. Во-первых, участники должны быть уверены, что это именно персонализированный текст, то есть если это гороскоп, то они должны верить в астрологию, если это ученые, студенты-психологи, то они должны верить в психологию. Они должны признавать авторитет источника, из которого они получили этот результат. И очень важно, чтобы в результате были противоречивые расплывчатые описания. Например, вы обычно ведете очень упорядоченную жизнь, но иногда можете рискнуть. Или целенаправленный и уверенный в себе, в глубине души вы очень мягкие и беспокоитесь из-за критики. Таким образом, каждый может выбрать то, что ему нравится, и эффект, который... В общем, я говорил, что этот эксперимент изучает феномен, который называется эффект Барнума. Барнум — это как раз ведущий реалити-шоу американского, тоже примерно где-то в 60-е, которому принадлежит фраза «У нас есть кое-что для всех». Так вот, если вам дают описание личности из гороскопа, там должно быть кое-что для любого из вас. Эксперимент Аша. Эксперимент очень простой. Участникам показывают две карточки. Вот они изображены. И нужно выбрать, вот эта линия соответствует по длине какой из вот этих трех. Совершенно очевидно, что она соответствует по длине линии С. Но эксперимент проводился в группе, то есть в аудитории собирали 10, 20, 30 человек, задавали им этот вопрос по очереди, и все, кроме последнего, были подсадными. И все давали неправильный ответ. Таким образом, на самом деле, вот этот парень по имени Соломон Аш изучал, насколько люди готовы дать заведомо неправильный ответ, учитывая, что он более социально приемлемый, и проверяли, насколько люди склонны к информизму. В контрольной группе, где подсадных не было, неправильный ответ давало только 3% опрошенных. А в том сеттинге эксперимента, который я вам описал, 75% опрошенных хотя бы раз поддались манипуляции и дали неправильный ответ. Этот эксперимент тоже... Было несколько контрольных экспериментов к нему, и выяснилось, что следующие вещи очень сильно, почти до нуля ослабляют этот, опять-таки, довольно впечатляющий эффект 75%. Если даже небольшая часть подсадных дает правильный ответ, количество тех, кто дает неправильный ответ из настоящих испытуемых, значительно уменьшается. Если подсадные продолжают давать неправильные ответы массово, но при этом они дают разные неправильные ответы, некоторые выбирают слишком короткую линию, некоторые выбирают слишком длинную, то количество неправильных ответов от настоящих испытуемых тоже значительно падает. И, наконец, если в аудитории возникают какие-то споры, даже не касающиеся предмета эксперимента, количество неправильных ответов падает. Таким образом, любое проявление того, что по этому вопросу возможны какие-то другие мнения, что плюрализм здесь уместен, любые намеки на это, вот эту вот жуткую цифру, уменьшают почти до нуля. Эксперимент Милгрэма, проведенный в 1963 году, вот этим вот человеком по имени Стэнли Милгрэм, который провел, кроме него, еще множество очень впечатляющих экспериментов. Эксперимент закамуфлирован под изучение влияния электрического тока на память. В эксперименте участвуют три человека — экспериментатор, учитель и ученик. Учитель и ученик якобы набираются с улицы, экспериментатор — это человек в халате, который всем этим руководит. Ученику задают вопросы, простые тесты на память. Иногда он отвечает правильно, иногда он отвечает неправильно. Если он отвечает неправильно, его бьют током. Бьют все более сильным током, я об этом расскажу подробнее. Эксперимент фальшивый. На самом деле все ученики подсадные, никаких ударов током нет, и единственным настоящим испытуемым является тот, кто здесь изображен как учитель. Кстати, экспериментатор и учитель находятся в одной комнате, а ученик находится в другой комнате за стенкой. Результаты ответов ученика показываются на специальном электронном табло. У этого эксперимента очень впечатляющий подробно описанный протокол, очень солидно выглядящий прибор с клеймом производителя, со шкалой и так далее. На шкале есть градации слабый шок, средний шок, сильный шок, опасность, очень сильный шок, и последняя графа называется XXX. По протоколу эксперимента ученик начинает все чаще давать неправильные ответы. При переходе к очень сильным шокам он начинает жаловаться и кричать, что у меня слабое сердце, опасно меня так сильно бить током. При переходе на удар уровня XXX он перестает стучать в стену и перестает давать ответы, но экспериментатор настаивает, чтобы его, якобы уже потерявшего сознание, продолжали бить током, интерпретируя отсутствие ответа как неправильный ответ. Учитель ожидаемо может сопротивляться экспериментатору и говорит, ну может не надо, может там посмотрим, как он. По протоколу эксперимента эксперимента возражает четыре раза. Все четыре возражения имеют вид примерно такой, что я знаю, что здесь происходит, очень важно, чтобы эксперимент продолжался, вы должны мне верить, я беру всю ответственность на себя. Если после четырех подобного рода возражений учитель продолжает сопротивляться, эксперимент считается завершенным, что он не подчинился давлению. Заранее говорится, что учитель получает вознаграждение вне зависимости от того, будет он подчиняться или нет, и у учителя нет зрительного контакта с учеником, они разделены стеной, только табло и стук в стену. Этот эксперимент был задуман и проведен на волне интереса к выяснившейся информации о нацистской Германии, концлагеря, отряды смерти, массовые преступления, чудовищные, непонятно, как это вообще могло произойти совсем недавно во вроде бы культурной стране. Стэнли Милгрэм предполагал провести эксперимент два раза. Один раз в Америке, который имеет огромную либеральную историю, где он предполагал увидеть низкий уровень подчинения преступным приказам, а потом повторить его в Германии, где милитаристические режимы вот уже сто лет сменяли один другой, там он ожидал увидеть гораздо более высокий уровень подчинения, и таким образом объяснить, что вот, дескот, немцы, они такие склонные подчиняться преступным приказам. Но на самом деле 65% американцев, принявших участие в этом эксперименте, успешно дошли до его конца, то есть они били током людей, которые, как они считали, потеряли сознание. Это доставляло им видимые страдания, но тем не менее 65% людей дошли до этого, казалось бы, невозможного состояния. Перед началом эксперимента Стэнли Милгрэм опрашивал своих студентов и опрашивал коллег-психиатров, как они предполагают, какая доля людей дойдет до конца эксперимента. Студенты дали в среднем оценку 3%, а психиатры в среднем дали оценку 0,1%. Как мы видим, этот эксперимент идет вразрез с нашими представлениями о людях. Здесь вы можете увидеть график, что по мере того, как эксперимент заходил все дальше, все большая доля учителей отказывалась подчиняться, но вот этот вот конец на приборе XXX, 450 вольт, как считали, стук в стену прекратился, тем не менее 65% учителей продолжают удары током. К эксперименту проводилось несколько контрольных экспериментов, довольно интересных. Как я уже говорил, в оригинальном эксперименте, который я описал, 65% испытуемых дошли до конца шкалы. Если мы немного меняем сеттинг, и у нас ученик в той же комнате, а не отделен перегородкой, то до конца шкалы доходят 40%, то есть намного меньше, но все еще очень много. Зато если экспериментатор покидает комнату и отдает приказы по телефону, или если экспериментатор покидает комнату и приказы отдает человек не в белом халате, то 22% испытуемых продолжают идти до конца, потому что они ощущают больше свободы и больше возможностей не подчиниться. Если учитель видит, что два других подсадных учителя не подчинились эксперименту и ушли, то уровень подчинения падает до 10%. И, наконец, если учитель не принуждаем экспериментаторам, если он сам выбирает следовать протоколу эксперимента и повышать силу ударов или перестать, то всего 3% испытуемых доходят до конца шкалы. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что это говорит не о том, что мы все скрытые садисты, а именно о том, что мы склонны подчиняться власти и снимать с себя ответственность даже в таких ужасных случаях. В связи с этим очень интересен эксперимент, который провел один из учеников Милгрэма. Он рассказал своим собственным студентам примерно то же самое, что я вам рассказал сейчас, что вот 65%, какой ужас, печально-печально. После этого показал интервью одного из участников этого эксперимента. Интервью, в общем-то, ни о чем. Участник эксперимента опрятно одет, говорит, у меня есть собачка, у меня есть девочка, мы любим гулять в парке, моя собачка рыжая. И вот примерно так это все выглядело. И спрашивал своих студентов, как вы думаете, вот этот вот участник, он дошел до конца шкалы или не дошел? Студенты знают, что большинство людей дошло до конца шкалы. Из интервью они не узнали об этом конкретном человеке ничего особенного, ничего такого, что заставило бы их предположить, что это какой-то особый нон-конформист, который особенно склонен сопротивляться влиянию, особенно противостоит власти и все такое прочее. Тем не менее, почти никто из этих студентов не сказал, что вот этот милый человек с собачкой способен бить людей током. И таким образом это доказывает, что вот эти вот ужасные результаты, они настолько ужасны, что наш мозг отказывается их принимать. Мы исследуем наши гипотезы справедливого мира и думаем, что вот эти 65% это какая-то ошибка, это какие-то садисты, это было в 60-е годы, сейчас такого быть не может. Что угодно, чтобы не признавать, что вот эти 65% это скорее всего мы с вами. Последний эксперимент, о котором я хотел бы вам рассказать, это эксперимент Зимбардо, проведенный в 1971 году. Меня, честно говоря, по сравнению с экспериментом Милгрэма в этом эксперименте очень удивляет, очень-очень-очень плохой протокол, по которому описан этот эксперимент. Но, тем не менее, вот это Филипп Зимбардо, фотография сделана буквально несколько лет назад, ему тут за 80, он выглядит неплохо для 80-летнего. Вот это его эксперимент. Эксперимент заключался в том, что набрали людей с улицы, отобрали из них здоровых, психически стабильных, ну, на вид психически стабильных, и отправили их в игрушечную тюрьму, сказали им, вы будете надзирателями, вы будете охранниками. Их действительно честно распределили случайным образом, хотя потом заключенные предполагали, что в охраннике берут не случайным образом, а за более высокий рост, и стали смотреть, как они там друг с другом будут играть. Эксперимент провалился. Эксперимент был закончен через 6 дней досрочно, потому что эти люди, которые еще 6 дней назад были нормальными, ничем не примечательными людьми, случайным образом взятыми с улицами, издевались друг над другом. Охранникам запрещалось бить заключенных, но, тем не менее, они использовали всевозможные методики унижения, запугивания и пыток заключенных. Заключенные пытались поднять бунт, охранники распускали среди заключенных слухи, что среди заключенных есть подсадные, которые на самом деле работают у охранников. Таким образом, за 6 дней обычные люди, набранные с улицы, превратились в каких-то чудовищ, и после того, как эксперимент был отменен и досрочно прерван, команда Зимбарда, по сути, до сих пор предоставляет бесплатную психологическую помощь участникам того эксперимента, потому что все они получили ужасные психологические травмы и оказались чудовищами всего за 6 дней. Мне бы хотелось поговорить об этической стороне этих экспериментов. Возможно, у вас это вызывает какую-то такую реакцию, ну, так сказать, эксперименты, о чем вообще речь, какая может быть этика. Но на самом деле, если вы думаете так, то я с вами не согласен. Например, в биологических и медицинских исследованиях есть множество ограничений, связанных с тем, насколько этично использовать эмбриональные ткани, насколько этично использовать стволовые клетки, насколько этично использовать генную модификацию на людях. Этих ограничений множество, они объективно замедляют продвижение науки вперед, и, в общем-то, научное сообщество достаточно прохладно относится к этим ограничениям. Буквально каждый месяц бывает история о том, как кто-нибудь задумал какой-нибудь эксперимент, комиссия по этике его зарубила, он уехал куда-нибудь в Венесуэлу или в Китай, где никаких ограничений нет, провел там свой эксперимент и опубликовал результаты в европейском журнале. Таким образом, что касается ограничений на такие медицинские исследования, в общем-то, нет консенсуса, что эти ограничения разумны. В то же время в психологии сейчас считается, что эти эксперименты, о которых я вам сегодня рассказал, в первую очередь два последних, конечно, эксперимента, Милграма и Зимбарда, они настолько ужасны. Психологический ущерб, который нанесен участникам эксперимента, настолько велик, что никакие знания, которые мы получим, не могут его оправдать. И поэтому вот уже 40 лет подобные эксперименты не проводятся. Ни в Китае, где нет ограничений, ни в Европе, где есть ограничения. Таким образом, можно сказать, что есть консенсус о том, что эти эксперименты действительно делают что-то не то, и так делать нельзя. Пора переходить к выводам. Зачем я вам все это рассказал? Просто чтобы вас напугать, чтобы вас расстроить. Вообще, кто считает, что то, что я вам сегодня рассказал, это очень страшно, очень печально и как-то делает жизнь такой довольно мутной? Почти никто не считает? Что именно? Такие эксперименты или результаты? Результаты этих экспериментов, о которых я вам рассказал. Возможно, вы просто боитесь поднимать руки после того, как я вас обманул с этим экспериментом Хоффнером. Но так или иначе, я лично считаю, что это все действительно очень печально. И я вам рассказал это все не только за тем, чтобы вас сделать вам как-то некомфортно и печально. Я предлагаю взглянуть на это с немного другой стороны. Что мы узнали о себе из этих экспериментов? О себе, о нашей маме, о нашем соседе, о нашем лучшем друге. Эксперимент Форера. Мы верим в гороскопы. Мы не так рациональны, как нам бы хотелось быть. Мы способны быть рациональны иногда, но вообще-то наше естественное состояние это не рациональное мышление. Нас легко обмануть. Эксперимент Аша. Линии разной длины. Наши суждения совсем не так независимы, как нам бы хотелось верить. Эксперимент Милгрэма. Удары током. Мы способны, большинство из нас, подчиняться преступным приказам и делать действительно ужасные вещи. Эксперимент Зимбарда. Даже без преступных приказов, в ужасной обстановке, в обстановке тюрьмы, мы тоже можем превратиться из того, чем мы себя считаем, в нашем относительно комфортном, обыденном существовании, в что-то, что нам кажется совсем неправильным. Если кратко резюмировать это, то первые два пункта указывают на то, что мы очень уязвимы интеллектуально. Вторые два эксперимента указывают на то, что мы очень уязвимы этически. Но в то же время, то, что мы уязвимы, не говорит нам о том, что мы беспомощны. Мы можем этому сопротивляться. Те 35% человек, которые не били током потерявших сознание людей, они так же реальны, как те 65%, которые били. Если мы постараемся, мы можем жить в таком мире, как мы хотим жить, а не в таком, которым у нас толкает природа. Но нужно понимать, что это не дастся нам даром. Нам нужно над этим работать. Нам нужно для этого прикладывать усилия. Нам нужно прикладывать усилия, чтобы быть рациональными и анализировать. Нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы не верить во что-то, просто потому что нам в это удобно верить, а принимать неприятную правду, потому что она правда, а самоутешающийся вымысел не имеет отношения к действительности. Нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы не замкнуться в самолюбовании, самоуверенности, а быть открытым к новому, к нашим возможным ошибкам. Нам нужно прикладывать усилия, чтобы не перекладывать свою ответственность и не пытаться довериться мудрому лидеру, который все решит за нас, а раз за разом проходить через эти тяжелые этические решения самому, потому что если мы не будем делать этого сами, если мы не будем прикладывать этих усилий, то мы очень скоро окажемся в очень-очень плохом мире. Но мы можем бороться и за лучший мир. Спасибо. У меня вопрос по поводу, а как вообще связано подчинение в эксперименте Милгрима с какими-то личными качествами испытывают? То есть там внутренний, внешний локус контроля, какие-то черты темперамента или характера, что-то это влияет на поведение? Да, это очень интересный вопрос и очень важный. Но этот вопрос кажется нам важным сейчас, в 2016 году. Этот эксперимент проводился 50 лет назад, и тогда вопрос задавали другим способом. И напоминаю, сейчас такие эксперименты кажутся настолько неэтичными, что их не повторяют. Поэтому очень много исследований о том, как люди берут записи Милгрима, какие есть в 50-летней давности, и анализируют, что это за 35% людей, чем они отличаются. Были это более молодые люди, были это более обеспеченные люди. В целом, те два фактора, которые я перечислил, более молодые люди и более обеспеченные, чуть статистически чуть более склонны противостоять преступным приказам. Но очень мало. Это очень слабый эффект. А повторить эксперимент, чтобы собрать больше данных, как я уже говорил, мы не можем. Хорошо. А вернувшись к этической стороне, как бы важно знать, как человечество поведет себя в каких-то не очень понятных, не очень хороших условиях, в которых сейчас не очень хочется ставить такие условия людей. Но вот если вдруг какая-то фигня произойдет, то хотелось бы знать, чего ожидать от людей. И вот как бы до этих экспериментов многие люди даже подумать не могли, что пока вы даже упоминали, что там 1% студентов говорил, что люди были продолжить заниматься уцарением. Ну ладно. Ну все равно мало, мало людей ожидает от других людей, что произойдет какие-то нехорошие вещи. Вот. И как бы неужели знание, чего ожидать от людей реально не стоит того, чтобы проводить какие-то эксперименты вообще? Какие-либо. Я согласен, что это очень важные эксперименты, которые дают нам очень важную информацию. Но в то же время, когда мы говорим о знаниях, это некая общая ценность. То есть нам всем хорошо от того, что есть эти знания. Когда мы говорим о нанесенном ущербе, этот ущерб нанесен конкретным людям. И для этих конкретных людей ущерб явно превышает ту долю общего знания, которую они получат в виде пользы. Таким образом, с этической точки зрения... Одну минутку. Проведение этого эксперимента означает, что мы ограбим вот этих людей, им будет очень плохо, но нам всем коллективно станет лучше. Это сомнительно с этической точки зрения. Я верно понимаю, что эти эксперименты, каждый из них являет... Ну, окей, вы упоминали, что первые два, вы повторялись часто, что эксперимент Милгрома и тем более эксперимент Зимбарда являются в некотором роде уникальными опытами и повторений не было или были единичны. Было несколько повторений эксперимента Милгрома и несколько повторений эксперимента Зимбарда. Было много случаев в реальной жизни, которые очень похожи на описанные в эксперименте модели. Но все известные мне эксперименты, подобно этим двум, очень старые. Ну, закончили на этой ноте, что вы считаете, что печальными все эти эксперименты. Мне, ну, насчет последнего понятно. Там психологические травмы явные. А вот насчет первых трех, что интересно будет? В чем печаль? Первые два эксперимента, они достаточно безобидны с этической точки зрения. Я считаю, что они никому не нанесли травму. Но в то же время они очень нелестные с интеллектуальной точки зрения, потому что они демонстрируют, что подопытно испытуемые оказались. Очень внушаемыми и очень иррациональными. Это не травма. Я не говорю, что эти эксперименты нанесли травму. Эксперимент Милгрэма, безусловно, нанес травму учителю. Потому что Милгрэм даже в своей исходной статье писал, ну, он выбрал то, чтобы это делать, но если бы он выбрал не идти на этот эксперимент, он бы остался без травмы и сейчас жил, возможно, более счастливой жизнью. В статье Милгрэм описывал, что учителя, видимо, испытывают дискомфорт, видимо, нервничают, им, видимо, не нравится то, что они делают, но они продолжают это делать. Кстати, в эксперименте Аша описано то же самое, что испытуемым, видимо, не нравилось давать неправильные ответы, но они их давали в 75%. 75% людей хотя бы раз давали неправильный ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!